Через 6 дней после высадки в Нормандии английская танковая колонна остановилась на окраине деревни Виллер-Бокаш, чтобы передохнуть и выпить чаю. По непонятным причинам они не заметили стоящий всего в 200 метрах немецкий «Тигр». Командир «Тигра» Михаэль Виттман был ветераном в закаленном битве под Курском. Он по достоинству оценил обстановку, отдал указания еще трем экипажам, укрывшимся в деревне, и рванулся в атаку. Англичане, занятые своими делами, были захвачены врасплох. Один из танков даже успел выйти на позицию для стрельбы и только тогда обнаружил, что стрелка в суматохе забыли взять. Бой продолжался всего 15 минут. По его итогам, англичане потеряли 14 танков, 9 полугусничных броневиков, 4 тягача и 2 противотанковые пушки. В 1946 году британские ученые подсчитали, что 37% потери экипажу бронетехники понесли, находясь вне машин. Из этого сделаны выводы. Начиная с 50-х годов, с танков Центурион, все британские танки имеют оборудование для приготовления чая, не выходя наружу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...